Я родилась в Алтайском крае, я русская. Детство и юность прошли в Якутии. Замуж вышла за украинца, вот в 19 лет приехала в Украину. Так что почти 50 лет живу в Украине. Вот 24 февраля, где-то в половине шестого утра, ко мне позвонила соседка. Плачет и говорит, началась война. Я бегом к окну. А над аэродромом уже летают вертолеты, причем они летят, 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 их все больше и больше. У нас из дома 90% людей выехали в первые полдня, потому что сразу было страшно. В доме оставалось вот у нас в нашем подъезде человек 10-11, и в соседних там по 5-6 человек. И в подвале сидели женщины с детьми тоже, у которых нет машин. Я не спускалась, причина одна. Я русская, мне было жутко стыдно. Вот вы знаете, первое время мне было стыдно людям в глаза смотреть. Потому что это же как бы моя бывшая страна, хотя я, ну, большая часть прожита в Украине, и это моя родина, это моя страна. Вот. С той стороной. Ну, тоже есть, конечно, связи. Постоянное общение с одноклассниками. Вот. С братом у меня, брат в Москве живет. Брат меня, кстати, больше всех злил. Он звонил мне вот ту неделю, что я была обучена, причитает. Ой, потерпи, потерпи. Вот один раз мне говорит. Откроют зеленый коридор и приезжай к нам в Москву. Я говорю, ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Вот у меня сейчас такое ощущение, что ты ударил меня кулаком в лицо. Как я поеду к врагам? Но он любит Путина. Он просто влюблен в Путина. Меня отрясло. И вы знаете, не от страха. У меня была такая сумасшедшая ярость, что вот, ну, если бы мне попался близко кто-то из этих вояк, я бы, наверное, зубами в горло вцепилась. Стреляли в меня один раз. Да. И я хотела выйти на балкон, чуть проветрить. И вот я выхожу на балкон, и у меня так трассирующие пули в полуметре. Ну, представьте мое состояние. Я сразу бац, на пол. Вот. И ползком. Все ближние села разбомбили. Все горело. Все буквально. Вот небо черное. Вот. Заривая эти пожаров. Выйти из дома страшно. Возле нас бои. Возле дома были бои все время. Вот. Где-то на третий или четвертый день танк заехал прямо дулом в магазин у нас на первом этаже. Вот. Разбил все. Разграбили, конечно, они сразу все, что там было. Поэтому выходить из дома было страшно. Но Буча тоже переходила из рук в руки. И вот на седьмой день, где-то после обеда, часа, наверное, в три, в четыре, наши военные, украинские, заняли у нас в даре оборонительную позицию. И они прошли по всем десяти этажам и просили, люди, уходите. Уходите. Здесь будет страшный бой. Я поняла, что дальше уже оставаться невозможно. Все. Рюкзак и бегом. Первые 50 километров – это, вы знаете, дорога смерти. Едешь вокруг, на обочинах стоят военная техника, и российская, и наша разбитая. Это как бы само собой. Плюс гражданские машины. Расстреляны из танков там или как. В одной машине женщина сидела за рулем без головы. Трупы валяются. Когда это все видишь, то почти не надеешься, что ты доедешь туда, куда тебе нужно, живой. Одна мне написала в первые дни войны, когда я им еще пыталась что-то доказать, что, говорю, вот, война началась. У меня дом дрожит от взрыва, все кругом горит. А она мне говорит, что ты врешь. Это спецоперация. Только по военным объектам. Вот. Нечего нам врать. У нас тоже есть смартфоны. Вот я читаю, что они пишут, и меня начинает трясти. У меня весь организм пошел в разнос. Три месяца, ну, можно сказать, я просто выживала. Хотя вот сын, забота обо мне, все, пожалуйста. Все умения, вы знаете, не хватало. Я, во-первых, я ревела все время. Соседи постоянно пишут, то один, то другой. Я узнаю, тот погиб, другой погиб. Погибли знакомые людям. Все двери вскрыты в доме. Все до единой. На первых двух этажах они жили. А все остальные квартиры они просто ограбили. Все перевернули. Искали деньги, золото и так далее. Ну, вот, хочу домой вернуться. Ну, вот, снова свою квартиру. Вы знаете, ну, я вот уже на пенсии. Слава Богу, благодаря сыну ни в чем нужды не знаю. У меня был такой размеренный образ жизни. Но то, что на Украине народ до такой степени сплотился и готов бороться до последнего, у меня нет никаких сомнений. Я ведь делаю это своими глазами. Вы знаете, я сама, будь я помоложе и будь у меня здоровье получше, я бы пошла воевать.